ОМТВЮА про Головне Ну вот, получается как-то так, понимаете? Привет, пришла интересная информация от создателей славянского мальчика. Тут в связи с смертью российского военкора Паскудова коллеги начали дребезжать и выдавать базу подходов российского государства и Министерства нападения в части ведения войны против нашей страны. Есть, не знаю, люди, которые там дают новости, они не могут не соврать. Им обязательно надо, вот, если ранение тяжелое, напишем легкое. Если погибла рота, напишем взвод. Если, значит, потеряли регион, напишем потеряли одну речку. Вы для чего врете? Заметьте, не я это сказал, но у генерала-лейтенанта по трендежу Коношенкова всегда есть своя версия. Она звучит примерно так. Потерь нет. Ну, если уже говорить о потере речки, то, может быть, потеряна не только речка, а могут быть потеряны и горы. А вот интересно, Деголь в гробу не перевернулся, когда вот этот вот болгарский премьер-министр сказал, что, в принципе, целью Европейского Союза, ну, является, когда не будет Путина и Лукашенко, вот, является, чтобы так концепция Деголя реализовалась, до Урала будет единая Европа. Единая Европа будет до Урала, понимаете? Тут возникает вопрос, что же будет за Уралом? Республика свободных сибиряков или Китайская народная республика? Ну, или, может быть, Сибирская народная республика с китайским языком в качестве государственного? Ну, в общем, в игру их там нет, можно играть вместе. Не только Путин может попробовать что-то подобное реализовать, хотя, если он официально ввел российскую армию в Украину, значит, предыдущая политика, она не работает. Не удалось маньяку присоединить Украину к оккупированной части Донбасса. Произошло кое-что другое. Россия присоединилась к оккупированному Донбассу. То есть, вот эти правила ДНР и ЛНР распространены на все российское государство. Значит, мы выяснили и зафиксировано свидетелем с той стороны, что российская пропаганда в части ситуации на фронте всегда врет. Тут важно разобраться, как они обосновывают, в принципе, эту войну. Ну, понятно, вранье, но нужны же какие-то аргументы. И вот эти аргументы появились. И если мы хотим спокойствия и развития нашего государства, имею в виду России, если мы хотим благополучия, спокойствия нашим детям и внукам, то нужно убить детей и внуков в соседней стране. Логика Игоря Маркова понятна. Нужно же отправить своих мужчин на войну. И вот тут могут быть нюансы. Каждый россиянин смотрит на Игоря Маркова, запоминает его лицо. И когда вам принесут похоронку, вы должны знать, кто влиял на принятие решений Владимира Путина. Есть мнение, что российская политическая элита очень активно смотрит российский телевизор. И таким образом хвост виляет. Это даже не медведь. Это такой престарелый пес. У нас нет другого варианта, как ликвидировать вот эту вот субстанцию под названием Украина. Это явление под названием украинство. Нет других вариантов. Это не наш выбор. Это они сделали этот выбор. И они поставили нас в эту ситуацию. А теперь смотрите за логическим рядом. Значит, Игорь Марков, он известный наркоман. Его неоднократно откачивали в российских студиях. И вот он влияет, соответственно, на принятие решений в России. Потому что его смотрит российское руководство. Но имеется в виду телевизор. Так вот, он себя позиционирует больше русским, чем сами русские. И для того, чтобы ему отвоевали один, он призывает отправить биомассу из других регионов России. Его логика понятна. Но нужно отдать должное, что в вопросе русские и россияне появились новые краски. Оказывается, в ходе войны против Украины, значит, товарищи в Госдуме хотят решить не только украинский вопрос, но еще и российский вопрос. Оказывается, казахи русские, ну и не только казахи, все русские, кроме, очевидно, жителей Косово, косоваров, да, потому что они сербы, да? Пока окончательно не решится ситуация с существованием Украины вообще. А вот к тому, что вы сказали по поводу русских, у меня есть одна короткая ремарка. Дело в том, что мы сами, мы сами виноваты в том, что появился такой термин «россияне». Когда нужно было, значит, Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар, или я не знаю, кого он там не хотел обидеть, услужливый бурбулист предложил ему из словаря Даля вот это слово «россияне». И с тех пор мы, русские люди, у себя в России продолжаем произносить это абсолютно невнятное прилагательство. Меня пугает эскалация ситуации. Юрий, давайте начнем с того, действительно ли, как вы считаете, что на сегодняшний момент вооруженные силы Украины создают ряд плацдармов на левом берегу Днепра. И это создаёт условия для того, чтобы вооруженные силы противника передвигались к третьей линии обороны, бежали, эвакуировались. Вот уже сообщается, что залежек в Великие Копани вынуждена уходить в авиационную администрацию, в авиационные власти. Как вы оцениваете движение вооруженной силы Украины на левом берегу Днепра? Ну, тот факт, что на левом берегу Днепра создано три, как минимум, три плацдарма вооруженными силами Украины, сомнений не вызывает, об этом известно. Ну, как минимум уже недели, недель пять, я думаю, а может быть даже больше, уже, может быть, полтора месяца. Это факт, его недавно признало, официально признал Генеральный штаб вооруженных сил Украины, официально это признано, что свидетельствует о том, что, ну, военное командование, военное руководство Украины рассматривает эти плацдармы, как, рассматривает эти позиции, как достаточно надежные, надежные плацдармы, имея в виду тот момент, что русские вряд ли смогут вытеснить вооруженные силы Украины из этих мест, из этих плацдармах. Ну, это первое. Значит, это серьезный успех ВСУ, поскольку, ну, теоретически, по крайней мере, создаются некоторые предпосылки, но я бы тут не стал преувеличивать это, но определенные предпосылки создаются для того, чтобы, ну, если возникнут благоприятные условия, то форсировать Днепр уже гораздо более серьезными силами и, возможно, продвигаться куда-то в глубь Херсонской области. Это, ну, это перспектива. Пока такой перспективы, видимо, нет. И дело в том, что форсирование таких рек, ну, как говорят военные, таких военных преград, как Днепр, а ширина реки в этих районах, в этих местах, ну, под несколько сот метров, под километров, это очень сложная задача военная, военная и техническая задача, крайне сложная и достаточно рискованная. Но сам по себе факт создания плацдармов, это, ну, как я бы сказал, это серьезная заноза в теле российской армии. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДІЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Реквізити в описі до відео.